Игорь Негода Всем привет! Кажется, мне придется соответствовать не только этому залу и большому количеству вам, но и тем лестным словам, которые Саша сказал. Попробую это сделать. Итак, меня зовут действительно Миша. И я хотел с вами сегодня поговорить про вещи, которые меня действительно волнуют. И долго думая над той темой, про которую хотелось бы сегодня поговорить, я остановился на формулировке «визуальная лингвистика». И, как бы это странно сейчас, может быть, не звучало, попытаюсь в течение этих 45 минут рассказать, что вообще это значит для меня, как я к этому пришел и вообще почему я вдруг решил этим заняться. Итак, я дизайнер и креативный директор. Я работаю над большим количеством разных проектов, связанных с разными областями дизайна. У нас в агентстве есть и диджитал направление, и брендинговое, и стратегическое. Достаточно много я участвую в различных образовательных проектах. И все это для меня большое количество различных точек, в которых я могу подумать и попереживать, и осмыслить то, что для меня действительно важно. Я начинаю думать, почему, собственно, я этим и занимаюсь. И недавно мы разговаривали с моим очень хорошим другом Денисом Башевым про профессию. Собственно, мы почти всегда, когда встречаемся, начинаем про что-то такое говорить. И для меня было очень важно понять, собственно, что же является моей профессией. А начиналось, и как вообще я к этому пришел? Начиналось все с того, что я был историком. Вот это я. Не путайте с остальными. Все остальные тоже историки. Но это когда-то на третьем курсе Саратовского государственного университета я учился и занимался историей, защитил диплом по кафедре Древнего мира. И, в общем, в какой-то момент это было основное направление моих интересов. Но вместе с тем я стал заниматься и интересоваться дизайном, какой-то в том или ином виде визуальной культурой. И в какой-то момент выбрал не идти в аспирантуру, а пойти в дизайн. Это был такой важный поворотный момент в моей жизни. И с тех пор, это было довольно-таки давно, я думаю лет 15 назад, я занимаюсь дизайном. Но в какой-то момент, видимо, так же как офицерами, дизайнерами и историками бывшими не бывает, это, в общем, в какой-то момент на тебя возвращается. И те знания, тот образ мысли, который я получил в университете, так или иначе толкнул меня до состояния, когда мне захотелось на дизайн смотреть не только с точки зрения создания каких-то проектов, не только визуальной какой-то составляющей, а понять, разобраться, как все это работает. Как и почему одни вещи работают и производят впечатление на людей, а другие не работают и не производят впечатление? Почему идеи, которые мы закладываем в основу наших проектов, иногда считываются и очевидны, а иногда абсолютно непонятны людям, и ты смотришь и думаешь, ну почему же, кто же тут виноват? Мы перемудрили, люди недопоняли и так далее. Вот, собственно, это и было таким драйвером то, что побудило меня подготовить эту тему и, точнее, даже я бы сказал, начать прорабатывать эту тему. Потому что то, о чем мы сегодня будем говорить, это такая область моих интересов в ближайшее время, но это ни в коем случае не законченный какой-то процесс. Это идеи, которые я уже к этому времени как-то что-то для себя сформулировал, и если вдруг вам это будет интересно, тоже я готов это бесконечно обсуждать в любых условиях у вас, у меня, в общем, как хотите. Я понял, что что же движет мною в профессии, что является тем топливом, который заставляет меня постоянно приходить на работу и постоянно вписываться во всевозможные проекты, конференции, вебинары и так далее. И я понял, что есть одна вещь, которая не дает мне покоя, которая, наверное, является тем топливом, которое питает меня и, несмотря на весь тот объем, позволяет двигаться дальше. Я понял, что для меня очень важно разобраться и добиться того, чтобы люди лучше понимали друг друга. Вот через ту область, в которой я занимаюсь. Через дизайн, через коммуникации. Меня очень жутко бесит, когда люди не могут договориться. Бесит не потому, что они какие-то не такие, а потому что что-то им мешает. Вот это английское слово «misunderstanding», которое такое, какое-то вот это «miss», оно такое очень гаденькое, противненькое, как будто бы что-то людям незримо мешает. И вот это меня также очень сильно напрягает. Мне хочется, чтобы люди очень хорошо понимали друг друга. Я также отношусь ко всему, что делаю. Мы не делаем какие-то красивые картинки. Мы делаем что-то, чтобы донести людям определенные сообщения. И вся, наверное, моя профессиональная деятельность связана с тем, чтобы научиться делать это лучше. И помогать компаниям или отдельным людям делать это лучше. Собственно, поэтому я занимаюсь тем, что я занимаюсь в агентстве, поэтому я провожу какие-то занятия, лекции и так далее, чтобы просто научить людей, может быть, и самому научиться в процессе лучше понимать и общаться друг с другом. И для этого мне нужно разобраться в нескольких вещах самому, конечно же. И, собственно, это всегда определенные творческие и исследовательские поиски. Мне важно разобраться, как люди вообще думают и как они общаются между собой. И поэтому я не подошел в какой-то момент к той области знаний и интересов, о которой сейчас буду говорить. Прежде всего, коммуникация, наверное, в целом, если мы говорим про графический дизайн, то основная его функция, если мы про графический дизайн говорим, потому что не будем сейчас сильно выходить за рамки промо-дизайна и так далее, основная задача и область деятельности, и функция графического дизайна – это донести определенные сообщения, в общем, коммуникация. И вся любая коммуникация, любое сообщение строится по очень простому принципу. Есть кто-то, кто хочет сообщить какую-то мысль другим людям, и вот он ее посредством того или иного канала, посредством того или иного визуального носителя, визуального, вербального, какого угодно, доносит. Например, сейчас я хочу то, что меня волнует, рассказать вам до того момента, как вы начнете зевать и уходить на объект. И моя задача при помощи разных средств – этого добиться. Я подумал, что хоть и конференция международная, кажется, что основная аудитория все-таки говорит на русском, поэтому, наверное, буду ее говорить сегодня на русском. Мой русский лучше моего английского. И думаю, что ваш тоже. Надеюсь, никого нет. Поэтому я выбрал то средство и тот канал коммуникации, который будет понятен и удобен. И вот я сейчас посылаю звуковые волны при помощи всех этих чудных проводков и радиопередатчиков, и моя идея так или иначе доходит к вам. И по большому счету я посылаю, кодирую это в какой-то сигнал, вы его декодируете и понимаете, я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Очень хочется верить. И в этот момент вот эта вот кодировка, тот язык, на который мы говорим – это и есть вот ключевой момент, который я постоянно изучаю и буду изучать постоянно, пытаясь понять, как это работает. Нам нужно говорить на одном языке, как есть такое выражение, мы с ним говорим на одном языке или мы с ним говорим на разных языках. Это вот есть как раз то самое недопонимание, с которым я пытаюсь как-то бороться. Причем коммуникация работает на любых абсолютно уровнях точно так же. Вы пишете какой-то текст, он как-то передался людям, уже не посредством звуковых волн, а при помощи мессенджера вы прочитали его, и вы его как-то поняли. Поняли, может быть, не очень точно, потому что не было какой-то эмоциональной составляющей, то, что дополняет эту информацию. Поэтому поняли не точно. Поэтому, чтобы эмоции добавить, вы взяли и не стали писать текст, если отправили какой-нибудь классный стикер в Телегрены. У кого больше 30 стикерпаков в Телегрены? Отлично. Вот. По большому счету каждый стикерпак – это определенный язык, на котором вы говорите с определенной группой ваших друзей и знакомых, которые есть. И вы, понимая, кто этот человек, выбираете с учетом их бэкграунда, с учетом ваших с ним отношений, выбираете тот уровень скобрезности стикеров, который будет уместен в данной ситуации. И они очень часто несказательны. Там нет никаких букв, нет часто никаких слов, есть просто какие-то намеки. И в контексте того, что вы понимаете, в каком контексте находится человек, и он это тоже понимает. И каждый раз вы выбираете, на каком языке с ним поговорить. И это тоже визуальный язык, и это мы сейчас очень активно все этим пользуемся, и это все тоже безумно интересно. Я начал думать, что такое вообще язык. И вообще тема визуального языка меня все время волновала. И потом я подумал, это же язык, примерно такой же, на котором люди разговаривают. И наверняка есть большое количество людей, которые этой темой занимаются, которые ее изучили, которые диссертации написали. И почему бы не взять этот опыт? Потому что про визуальный язык, на самом деле, написано чертовски мало. Особенно на русском. Но это очень обидно, когда ты думаешь, сейчас я собираю какого-то нового материала по теме, которая тебя волнует. Вбиваешь в гугле визуальный язык, и первое, что ты видишь, — свое собственное видео. И понимаешь, что, в общем, как-то, кажется, еще есть над чем поработать, и тема нуждается еще в каком-то освещении. И я начал думать, возьмем тогда опыт лингвистов, которые, собственно, давно этим занимаются, и подумаем, как это можно перевозить. И это стало точкой отправки моих каких-то экспериментов, про которые я хочу сейчас рассказать, которые связаны с визуальными экспериментами, с вербальными и так далее. В общем, язык — это сложная знаковая система, то есть система определенных знаков. Она может сложиться естественно или искусственно, и ее основная цель — соединить некое понятие и ощущение, которое у нас есть в голове, с конкретным чем-то, что оно обозначает. Это может быть слово, написанное буквами, или это может быть картинка и так далее. Вот, собственно, когда у нас есть общая эта система, и мы знаем, как ей пользоваться, мы говорим на одном языке. Языки вербальные и визуальные, то есть язык визуальных образах и тот язык, на котором люди говорят, появился чертовски давно, и сложно сказать, и примерно одинаково. Но это было 50 тысяч лет назад. Как вы понимаете, то, что происходило в те времена, для нас достаточно сложно понять. Поэтому, когда я говорю, что было примерно в одно и то же время, там может быть плюс-минус 20 тысяч лет между этим, но это довольно сложно было восстановить. Но это появилось с потребностью людей, когда что-то трансформировалось у них в мозгу, им потребовалось как-то между собой общаться и как-то передавать информацию друг другу. Тогда они начали какие-то осмысленные звуки формулировать, и тогда начали что-то рисовать, потом это все потихонечку развивалось. Так или иначе, системы эти появились примерно в одно время и примерно дофига как давно. Но дальше я начал думать, что же такое визуальный язык. И в процессе моего поиска и гуглижа я обнаружил, что вообще визуальным языком называют, ну, наверное, две разные немножко темы. И поэтому я хотел немножко тоже про это поговорить и справляю, чтобы мы с вами не запутались. Что такое чаще всего называют визуальным языком? Вот пример визуального языка Яндекса. Я думаю, в контексте визуального языка какой-то компании, какого-то бренда, вы не раз слышали этот термин. Это система каких-то правил, законов, каких-то гайдлайнов, по которым живет и развивается графическая система той или иной компании. Например, такой большой и очень разветвленный, как Яндекс. Есть определенные правила. И в рамках этих правил появляются новые продукты. Но мы все узнаем, что именно это Яндекс по определенным примерам. Есть визуальный язык у отдельных продуктов. И можно прочитать несколько статей на тему визуального языка отдельных продуктов Яндекса. Например, про такси, что появилась вот эта вот система с плашками, с цветами. Почему она такая, что она несет, какой смысл. И действительно, мы считываем определенные сообщения. Определенные напрямую. И определенные мы считываем косвенно на уровне ощущения интонаций. Практически никто, ну я думаю, что ничтожно малый процент аудитории Яндекс.Такси, в логотипе Яндекс.Такси, это иконки, которые они нажимают каждый день, считывают букву Т. Вы считывали? Видели там букву Т? Видели, видели. И это некий образ, который тут заложен дизайнерами, но который совершенно необязательно считывается. Без него как бы тоже жить можно. Но кто увидел на пересечении вот этих плоскостей букву Т, ну тому классно, тот скорее всего дизайнер. А кто не увидел, тот просто спокойно поехал и знает, что за машина приехала. Ему просто нужно вычленить в толпе именно машину Яндекс. И супер классно то, что они добавили номер на борт, стало вообще удобно жить. В общем, это определенные правила. Часто это называется визуальным языком и формирует какое-то представление, и мы узнаем это. Но в полном мере это не совсем тот язык, который можно сопоставить с языками, на которые мы говорим. Давайте посмотрим еще несколько примеров. Визуальный язык Dropbox. Наверняка вы слышали про недавно прошедший репрендинг Dropbox. У них появилась совершенно другая стилистика, очень интересная, очень необычная и неожиданная, и про это можно классно и долго разговаривать. Или какие-то другие проекты. Вот, допустим, наш проект для фонда этнокультурного наследия Миклухи Маклая, которым руководит правнук того самого Миклухи Маклая. И, в общем, нам нужно было для этого фонда создать какую-то историю, сделать ее достаточно узнаваемой, чтобы было понятно вот это ее этническое происхождение, но и было понятно, что это современное, а не что-то из запасников российского географического общества. Вот, в общем, какая-то живая современная история, опирающаяся на определенный контекст. Вот, в общем, мы создали там шрифт на основе паттернов, которые в Пупуа Новой Гвинеи, которые следовало Миклуху Маклай, использовались. Здесь сделали какую-то историю, у нас появился логотип, который распространяется в паттерне, там есть отдельные элементы, есть подпись самого Маклая, которая дополняет всю эту историю. Вот, есть яркие цвета, есть паттерны, можно все что угодно этими шрифтом собирать. В общем, есть определенный набор элементов, которые формируют визуальный язык, который легко узнать. Это вот тот визуальный язык, как у Яндекса, про который я рассказывал. И здесь тоже мы можем считывать определенную информацию и понимать, что это действительно стиль, и в нем есть отдельные персонажи, игроки, знаки, которые несут определенные для нас сообщения. Или еще один проект, который я подписал жуткие всякие NDA и не могу рассказывать, что это за компания, вот, но меня сказали, что если я уберу это название, то можно. Вот, поэтому будем считать, что это будет некая абстрактная компания, у которой есть более 30 различных образовательных проектов, с которыми она работает. Очень разные направленности. Связанные с IT, связанные со школами, связанные с подготовкой к игре, а вообще много-много-много разных компаний. Вот. И все их объединяет только общая тема образования. И они пришли с такой задачей, нам нужно создать визуальную систему, которая, соответственно, включит в себя все эти элементы. И сейчас у нас 36, на тот момент, когда они пришли, было проектов. Возможно, когда вы закончите проекты, их будет 42, а может быть 17, до конца неизвестно. Вот. Но вы, пожалуйста, сделайте такую систему, чтобы, соответственно, мы могли очень быстро новые логотипы создавать или какие-то проекты объединять, скрывать и так далее. В общем, довольно-таки веселая задача была. И мы начали думать, как к ней подойти. Начали размышлять и поняли, что с такой динамикой изменения проектов и с таким их количеством придумывать какие-то знаки и отображать какие-то смыслы каждого проекта просто невозможно, потому что просто ты за этим не успеешь. Это будет как ахиллес и черепаха. Ахиллес никак не могут догнать черепаху, потому что, когда он ее догонял, она чуть-чуть еще сдвигалась вперед. Это знаменитая история. И здесь тоже. Как только мы что-то сделаем, что-то уже изменится и двинется дальше. Поэтому мы поняли, что надо говорить не столько про какие-то конкретные вещи, а в целом и создать какую-то общую всему этому историю. Мы начали с цветового кодирования, посмотрели на конкурентов, посмотрели на эту компанию и поняли, что, наверное, нам нужно создать какое-то уникальное цветовое сочетание. Вряд ли один цвет, потому что все это не включить. Нам нужно больше инструментов, знаков в этой системе. И вот у нас есть некий набор, который, кажется, вместе отличается от всех остальных. И мы поняли, что нам нужно создавать айдентику всего этого проекта целиком и предусматривать определенное развитие внутри. Мы подумали, я уже тогда начал смотреть в сторону языков и лингвистов, подумали, о, если нам нужно большое количество информации донести, нам нужно собрать какую-то систему, давайте попробуем сделать это вокруг алфавита. И мы нарисовали знаки. Изначально это были буквы, которые были похожи на буквы русского языка и несли какой-то смысл. Потом мы поняли, что все это выглядит довольно плоско, в плане того, что буквы получаются какие-то абстрактные вроде и не абстрактные, в общем, какое-то половинчатое решение. И в целом ты их и не считываешь, и считывать не можешь. Мы подумали, что ладно, к черту, откажемся вообще от какого-то смысла. А, еще там некоторые проекты, которые вообще непонятно какими буквами могут быть. И мы решили, что мы придумали абстрактные знаки, но привяжем их к буквам алфавита для того, чтобы... А, для чего мы это сделаем? Потому что задача была не только создать эту систему, а сделать так, чтобы система сама могла себя репродуцировать, и было очень легко эти логотипы дальше создавать. И мы подумали, что пусть это будут буквы, и любой человек сможет новый логотип собрать. И мы собраем это все в шрифт. И, как вы знаете, сейчас шрифтам можно... Знаком в шрифтовом файле можно добавлять цвет. То есть буквы в шрифте могут быть цветные. И мы подумали, что будет классно, если человек просто установит себе на компьютер шрифт, наберет три первые буквы того проекта, который нужен, и получит логотип. Получается вся идентика в шрифтамом файле 120 килобетт. Так получились какие-то знаки. Получилась определенная система, которая достаточно была гибкая, хорошо развивалась, и, в общем, уменьшалась в этом. И масштабировалась для любого проекта. Для просвещения у нас PRS, там первые три буквы, ну и основные такие три буквы. И, в общем, легко можно это все создать, собрать паттерн, любую графику у нас. Но это, в общем, без сильных проблем. Это тоже определенный язык. Он даже довольно близко подходит к определению языка. Потому что формально здесь есть какие-то знаки, которые объединяют смысл и типовое значение. Но в данном случае этот язык и предыдущие проекты, про которые я говорил... У вас тоже выключился? Этот язык и другие, у них есть одна существенная проблема. Проблема заключается в том, что они не выполняют ключевую функцию языка. На нем нельзя общаться в... Ну вот, теперь я вижу, как я выгляжу. Теперь не вижу, спасибо. На нем довольно сложно общаться, потому что у него это общение в одну сторону. Мы не можем обратно это все просчитать, и он не является каким-то инструментом коммуникации. Для меня это казалось, что визуальный язык, это хочется, чтобы это было что-то большее. И второе значение про визуальный язык, который может быть, что это некий общий язык, который мы все с вами понимаем. Некий язык образов, который понятен абсолютно всем, и любой человек, независимо от страны, где он живет, может их истрактовать. И исторически, если мы вспомним наскальную живопись, помните? Вы пытаетесь представить. То там мы видели определенные сюжеты, которые из давних времен, будем считать, что тогда, допустим, даже уже был язык, к нам пришли. И как и о чем говорили люди в то время, мы с вами никак не можем распознать, потому что было еще примерно 45 тысяч лет до того, как письменность появилась. И до того, как люди стали записывать какую-то историю, из того, собственно, история начала становиться историей. Мы не знаем, на каком языке говорят люди, о чем они говорили. Но благодаря этим картинкам мы, в принципе, с легкостью можем распознать, что они охотились на определенных животных. Или по-другим мы можем понять, как они жили, если появляется изображение домов. Мы можем понять, в какой момент они начали заниматься скотоводством и не охотиться, а выращивать животных. Спасибо. Вот. В общем, можем представлять, вот сейчас по этой картинке через толщу веков мы видим, что, в общем, это не охота. Коровки идут себе совершенно спокойно. Пастух в милой набедренной повязке спокойно держит корову за хвост. В общем, некоторые вещи мы можем додумать. Но мы представляем определенное сообщение, и мы можем его прочитать. И в этом плане визуальный язык является гораздо более универсальным средством, потому что при помощи него можно передать достаточно большому количеству людей, которые не говорят на этом языке какое-то сообщение. Сильно позже появилась письменность, и кажется, она уже не такая универсальная. Сможете найти ошибку в третьей строчке? Вот. Я тоже не могу. И долгое время люди вообще не могли прочитать, что здесь написано, пока не был найден памятник на греческом языке, в котором были, соответственно, и клинопись, и на греческом была одна и та же запись, и можно было язык испознать и декодировать. И тогда, собственно, стало понятно, о чем здесь написано. И любая письменность, она более компактная, более универсальная, можно гораздо больше оттенков передать и нюансов, чем просто разрисовывать все картинками, но менее универсальная. И вот это две системы, с которыми мы так или иначе работаем, у которых есть свои плюсы и минусы. Вообще, письменность появлялась на Земле четыре раза сама концепция в Древнем Китае, в Средней Азии и в Мезоамерике. Это когда люди додумывались, что вообще можно что-то писать. Никогда не смотрели, что соседи пишут какие-то закорючки, давайте мы тоже свои закорючки придумаем. Когда они вообще изобретали, что можно что-то писать. И четвертое — это на острове Пасхи, и она до сих пор не расшифрована, мы не знаем, на чем вы там писали, потому что они ни с кем не контактированы. Но это я чуть-чуть историка включил, идем дальше. Можем ли мы считать визуальный язык, которым, собственно, мы так или иначе всем занимаемся, на котором мы говорим, универсальным или международным? Можем ли мы говорить, что его свободно, можем ли мы на нем свободно говорить при помощи визуальных образов хотя бы с теми людьми, которые нас окружают? Я думаю, что каждый из вас презентовал какой-то визуальный образ какому-то людям и говорил, ну как? А люди ничего не понимали. Было такое? У меня позавчера. И вам кажется, что все суперочевидно и понятно, но люди не понимают. И получается, что вроде как он универсальный, но не универсальный. И как же с этим вообще жить? Можем ли мы быть уверены, что люди поймут те визуальные образы, которые мы придумываем, зашиваем в логотипы, которые мы рисуем, про которые мы снимаем фильмы? Все ли нюансы человек считает? Все ли он поймет, о чем идет речь? Кажется, до конца не можем. И дальше мне хотелось копнуть и посмотреть, как это все дальше работает. И вот я закопался в лингвистику, начал изучать языки и понял, что в мире вообще есть сейчас порядка 7 тысяч естественных языков. Это те, которые просто естественным образом появились, на которых говорят люди. Они постоянно исчезают. Это все связано с глобализацией и отсутствием необходимости на них говорить. Как вы думаете, с какой скоростью исчезают языки естественные? 2-3 языка в день? Еще какие версии? Один в год. В целом, языки исчезают со скоростью 1 в 2 недели. Так что где-то посередине. Это связано с тем, что с развитием коммуникации между собой люди понимают, что просто им легче в двух деревнях на 800 жителей говорить на одном языке или на каких-то разном. И постепенно, постепенно это уходит. Но помимо этого, есть еще несколько сотен искусственных языков, которые люди зачем-то придумали. У них были совершенно разные цели. Но до того, как мы поговорим про искусственные, интересно разобраться, что вообще национальный язык это тоже интересная штука для изучения даже если вы дизайнер. Потому что люди в разных странах, у них разный набор слов. И появляются всякие интересные штуки. Например, как в греческом есть 4 разных слова для обозначения любви. Есть такая возвышенная любовь Агапе. Исторгия – это то, что любовь к отечеству, к семье и так далее, чего-то такого общественного. Есть дружеская любовь Филия, то, что у нас в романс и так далее. Когда ты вроде как любишь, но не платонически. В общем, не эрс. Но при этом чувака вот этого прям очень сильно любишь и обожаешь. И есть, собственно, эрс в том понимании, какая-то страстная чувственная любовь и так далее. В общем, есть разные слова. И ты начинаешь думать о людях, которые как вообще они думают в контексте этого. Это, в общем, интересно. Еще интересные искусственные языки, которые люди по разным причинам придумывали. Есть логические языки, которые люди пытались вообще как тему мира выстроить и причесать. Такой вот каталог того, что происходит в мире. И первая буква обозначала предметы. Вторая – одушевленные предметы. Третья – одушевленные предметы животные. Третья – животные, похожие на собаку. Четвертая – собака. И, в общем, вы смотрите на это слово и можете понять, собственно, что оно из себя представляет. В общем, было куча разных экспериментов. И есть огромное количество историй разных людей, которые что-то придумывали, делали и почему-то создавали искусственные языки. Кто-то, чтобы объяснить мир. Кто-то, чтобы научить людей общаться между собой, типа эсперанто. Какой-то универсальный язык, на котором будет легко всем разговаривать. Кто-то создает арт-ланги, так называемые. Это языки, на которых общаются герои различных произведений. Ну, типа как Толкина или Ваватаре. И Толкин, на самом деле, создал не эльфийский язык, как мы обычно думаем, а он создал языковую семью эльфийских языков, в которых было порядка 20 языков. Они еще исторически развивались, у них были наречия и так далее. В общем, он, а потом, чтобы это было интересно не только ему, написал про людей с магнатыми ногами. Ну, потому что, а то ты придумал столько всего, а никто не знает. И надпись на кольце, собственно, в области ленин колец, она, на самом деле, тоже не на эльфийском, она на темном наречии. Ну, в общем, там куча всего такого, на что нам всем плевать. А для Толкина было важно. И если вы хотите копнуть эту историю, я вам рекомендую книжку Александра Петяйски. По конструированию языков я их случайно купил в Казани, за что в Казани значит жизнь богатая. Вот. Языки эти по-разному создаются. Допустим, Кэмерон, когда снимал «Аватар», попросил одного американского лингвиста придумать язык, и тот придумал суперкрутой язык со всякими классными пасхалочками для других лингвистов. В общем, он суперклассный, на нем говорят герои. У него есть словарь. Вы можете скачать в интернете переводчик на язык Navi. Вот. Можете общаться со своими друзьями. Там словари есть, грамматика языка и, в общем, и так далее. Куча всякого всего фан-арта. Вот. И он очень такой интересный. В общем, чувак запарился. Он не придумал 20 слов, а просто придумал большой язык со схожей грамматикой, просто потому что ему денег на это дали и время, и он взял и сделал. Вот. Ну и потому что у «Аватара», кажется, будет продолжение. Вот. И, наверное, Толкин не догонит, но, в общем, куда-то в ту сторону все движется. Вот. Есть довольно любопытные языки типа «Соль-Ресоль», который звучит как «Ри-до-фа-ре-си-ми», «Соль-да-рюля», «Соль-си-до-фа-си-ми-ре», что значит «черная кошка идет по улице и поворачивает залогу». Все буквы в этом языке — это ноты, как вы, наверное, уже смекнули. Вот. И все слова формируются из нот. И этот язык интересен тем, что в нем всего семь букв, собственно, семь нот. И почему же, собственно, их хватает? Мы знаем, что обычно в языке побольше бывает. Их хватает, потому что это слоги, и они все между собой в любой комбинации стыкуются. И в языке, может быть, от одного до пяти словов, и получается 19 тысяч слов. В целом не очень много, но словарь Пушкина, например, на котором, собственно, строился литературный русский язык, был 20 тысяч слов. Так что, в принципе, можно о чем угодно поговорить, и стихи написать, и, в общем, все что угодно. Вот. И это очень интересный эксперимент. И дальше, соответственно, прочитав все это, я подумал, почему не сделать собственный язык. И так мне впечатлило, что я поехал в лагерь Камчатка, и у меня были две недели и подростки. Вот. И вместе с ними я решил провести эксперимент, на котором мне никогда не хватало денег, и мы придумали с ними язык Вебиуль. И мне очень много хотелось понять, как это работает, а потом это все еще переложить на дизайн. Потому что, собственно, задача была вообще с этим разобраться. Мне нужно было понять, сколько нужно букв. А если мы перекладываем это на дизайн, то сколько графических элементов различных вообще может быть, чтобы система стала считываемой. Какие слова придут, прежде всего, в голову? Вот. Какие слова, когда у нас ограниченный доступ, мы придумывали по 10 слов в день. Вот. Нельзя было больше, потому что иначе не успеваешь выучивать язык. Вот. Какие основные будут слова? Что нужно и что не нужно в языке? Например, мы поняли, что в основном языки естественные появлялись в патриархальных и матриархальных обществах, и поэтому там понятие рода очень важно. А сейчас, кажется, в нашем постфеминистическом обществе это вообще не так важно. И мы решили, что у нас не будет рода понятия вообще такого в языке. Просто все слова будут одного рода. И не нашли никаких причин, зачем нам вдруг он мог бы понадобиться. Были другие гипотезы, которые не подтвердились. Например, мы думали, что можно обойтись одним универсальным вопросительным словом, но нет. Вот. В общем, очень много всего интересного ты узнаешь в процессе. Например, что если ты придумываешь какой-то язык, его надо учить. Казалось бы, это суперочевидный факт, но когда вы делаете какой-то визуальный язык в проект и вкладываете туда кучу разных смыслов, которые шифруете, и у вас есть понимание всего этого, вы показываете это людям, и они вообще это все не заказывали. Никто, приходя в магазин и пытаясь посмотреть, или на сайт, или куда угодно, пытаясь посмотреть на какой-то объект, вообще не хотел учить никакой язык. И ему это все нафиг не нужно. Поэтому, чтобы люди естественно воспринимали, что должно быть супер-мега просто. И, скорее всего, в каждом проекте, где вы пытались в эту сторону посмотреть, вы сильно перемудрили. Но мы создали язык в итоге. У нас там было 72 слова, можно было худо-бедно изъясняться. Мы придумали письменность. И вот примерно так он выглядит. Могу вам прочитать первую строчку. Вебиуль, векель, суамос, э, эбокельс. Мы просто придумывали... У нас было 12 словов, из которых формировались все слова. Мы придумали им значки. И, в общем, вот так это примерно все выглядит. Я, по-моему, сделал шрифтец и даже сделал ему лайт и болт начертания. Хотя у него нет строчных букв, но над этим надо еще поработать. У меня было всего 2 недели и всего 5 подарков. Но это был очень интересный эксперимент. И знаете, что было самым главным фактором, который привлек подростков, чтобы вообще этим заняться. Потому что я вышел в начале и сказал, вот у меня есть такой проект, я буду этим заниматься. Кто хочет, приходите. Я был уверен, никто не придет. Потому что кажется, что это нужно только мне. Но пришли, и я начал спрашивать, почему. И основной мотив был... Ну, кто-то сказал, у меня папа лингвист, я хочу понять, что это все у меня. Вот. А кто-то сказал, что... Ну и в основном все сказали, что очень прикольно, что у нас будет какой-то язык, на котором мы будем говорить, и никто ни хрена ничего не поймет. Вот. И это так классно. Вот. Мы идем такие мимо, говорим, и никто ничего не понимает. Вот. И это основной мотив. Поэтому, если в вашем проекте в каком-нибудь нужно сделать так, чтобы внутри все понимали, а вокруг совсем нет, вот, отличная область, куда можно копать. Если вы хотите, чтобы все все понимали, не копайтесь. В другую сторону. Потому что это все достаточно сложно выучить. Как выглядит алфавит, в общем, кому интересно, я могу скинуть, можете попридумывать еще слов. Следующая часть, про что я хотел поговорить, это про то, как это вообще связано с дизайном. То есть, вот эти все мои, казалось бы, мне одному интересные рассуждения, все эти мысли, как они вообще помогут нам здесь, вообще вам зачем это все нужно, и почему те, кто еще не уснул, не уснули. Это все связано с тем, что надо подумать, как это можно переложить на дизайн. И я начал думать, как работает визуальный язык, на котором мы, как дизайнеры, пытаемся говорить с клиентами наших клиентов, с потребителями тех продуктов, которые мы делаем. И я понял, что он скорее похож на естественный язык, то есть язык, который у вас может быть родной, который вы учите. Потому что, когда вы учите свой первый язык, будучи маленьким ребенком, вы связываете понятия, какие-то абстрактные, с которыми вы только познакомились, с конкретными словами. Когда вы учите второй язык, вы связываете слова со словами, а не понятиями. И тогда вам нужны словари. А визуальный язык, где образы, которые мы воспринимаем, они больше похожи на первый. Ну, то есть, почему здесь хотят? Не только потому, что они больше лайков собирают. Я до сих пор ревну к своему коту, который я вчера выложил в Инстаграме. Он собрал больше лайков, чем у меня было вообще. Вот. Не только поэтому, а потому что когда-то вы увидели какое-то животное в детстве, и вам сказали, что это кошка. Вы увидели вторую, третью, четвертую, пятую, шестую кошку, и поняли, что вот это, вот это вот, вот это вот все называется кошка. Никто никогда вас не учил тому, как выглядит кошка. Вот. Вы из каких-то естественных факторов, постоянно анализируя мир вокруг вас, сопоставили, что что-то махнатое с носом, глазами, хвостом и ушами – это кошка. Но, на самом деле, то, что я сейчас описал, это вполне подходит и под собаку. Вот. Но почему-то мы отличаем собак и кошек. И вот это огромное количество вот этих элементов, которые мы, естественно, впитываем, анализируем и так далее, формируют у нас в голове какой-то образ. Также формируются визуальные образы, на которых мы пытаемся общаться. Что еще интересно? Что визуальный язык со временем, будучи естественным и который вы интуитивно воспринимаете, со временем дополняется выученными понятиями. Единственный, кстати, искусственный язык, созданный людьми, который более-менее как-то живет, даже эсперанто не особо выстрелил, а все остальные так вообще с треском провалились. Это язык дорожных знаков. И более-менее во всех странах он примерно одинаковый. Есть отдельные диалекты языков дорожных знаков. Вы наверняка их встречали с разными странными знаками, но в целом они более-менее похожи. И какие-то из них супер интуитивно понятные. Понятно же, что вот там человек что-то копает, а вон там у машины молнии из колес. Сразу можно догадаться, что вообще происходит. Хотя кто-то мне сказал, что всю жизнь думал, что это два человека с острыми носами в профиль в странные шапки. Ну, в общем, где-то мы что-то можем догадаться. И про резкий поворот, и про пешку, которая упала на бок. И, в общем, человек явно проигрывает шахматы. В общем, можем предположить и догадаться, что это значит довольно интуитивно. Поэтому нам всем разрешают... Но они более-менее все знаки одинаковые, поэтому нам разрешают в разных странах с нашими правами ездить по дороге. Но не все, что там интуитивно понятно, что-то нужно выучить. Например, что значит красный треугольник, что значит красный круг, чем он от синего отличается и так далее. Это все равно те знания, которые нам нужно выучить и дополнить тот интуитивный язык, который у нас есть. Примерно так же с визуальным языком. Какие-то образы типа кошки мы впитали с детства, а какие-то типа красного креста на скорой помощи просто выучили в процессе. И когда вы пытаетесь, чтобы вашу картинку, которую вы сделали, чтобы кто-то вообще понял, что на ней происходит, очень важно об этом задумываться, насколько с базовым набором элементов вы работаете. Это мне еще особенно интересно, потому что мы сейчас начинаем довольно много работать с иностранными клиентами, и ты окружаешь совершенно другую культуру и визуальную среду, и ты там вообще просто на ощупь пытаешься вообще что-то угадать. Ну, с Европой еще более-менее. А сейчас пришел заказ сделать фруктовые батончики для китайского рынка. И ты как только начинаешь над этим думать, понимаешь, что ты не знаешь примерно вообще ничего. И в том числе про визуальный. И визуальный язык там совершенно другой. Но изучать это очень полезно и интересно. И потому что тогда ты просто понимаешь, по крайней мере, что ты гарантированно обважаешься и просто не возьмешься за работу. Визуальный язык также отражает определенную культурную специфику. Она может быть понятная, может быть странная для нас. Ну, люди, следующие 18 миль на карету крестика, быть осторожны, не задавить черепаху и медленных детей. Вот. Что за медленные дети? Ну, наверное, это супер понятно, как в контексте этой культуры. Но медленные дети — это да. Вот. И что еще интересно, и в какой-то момент я понял, что визуальный язык, на котором мы пытаемся общаться с вами, и кажется, это, в общем, в нашей профессии, нам кажется, за это даже деньги платят, он не имеет строгих правил, и в этом у него суперсила, потому что никто не поссорился и не поругался насчет этих правил. И в том числе в этом слабость, потому что вы не можете быть уверены в том или ином визуальном образе. Вы не можете ткнуть в учебник и сказать, вот по этим правилам, вот эта картинка значит только. Хотя иногда очень хочется. Вы что-то нарисовали, приносите клиенту. Он такой, что за пятно? Я говорю, ну как же? Вы разве не видите? Это элементы системы, гибко связанные между собой. Он говорит, я пятно вижу. Вот. А ты, ну, представляешь учебник, как изображать гибкие элементы системы? И вот они и подскажут. К сожалению, так невозможно. И нужно пытаться понять с точки зрения визуальной культуры, бэкграунда этого человека, что у него там в голове. Ну и, скорее всего, там пятно, конечно. Вот. Зря мы нарисовали его. Вот. Хотя подгон вообще к этой визуальной тапе был классный. Вот. И мы даже менеджеру продали, а потом директору мы не смогли пойти рассказать, и поэтому пятно. Вот. Поэтому большинство людей, в принципе, понимают какие-то азы. Вот этот вот базовый прото-изначальный язык, так же, как у любого языка есть какие-то... синие, какие-то прото-языки, с которых все строилось. Мне кажется, в Европе, если вы, ну, более-менее знаете латынь, то в Европе вы как-то сориентироваетесь. Хотя не очень. Вот. Но вот какой-то вот такой уровень понимания про визуальные образы есть. Если вы говорите на очень простых образах, таких совсем базовых, то вас, в принципе, поймут. Но это будет довольно скучно. Потому что, чтобы было правило крутое и интересное, вам нужно ловить вот эти тонкости, где человек на грани понимания, где он догадался, но сам и не совсем легко. И вот там, конечно, все самое крутое, но это отдельный разговор. Вот. Поэтому, если вам нужно быть понятным, то используйте визуальные образы, которые понятны. Если вы делаете навигацию в аэропорту, вот, не делайте гибкие связи между элементами системы. Вот. И дизайнер в данном случае не только работает с какими-то застывшими смыслами, и он в том числе проектирует то, как человек это будет узнавать. Он может примерно представлять пользовательский путь, как он познакомится с визуальной составляющей этой компании, например, что он узнает потом, и все следующие информации он будет получать в контексте предыдущей, который уже выучил. И вот этот вот сценарий изучения, его тоже можно проектировать. И если мы думаем про визуальный какой-то макет, как про язык, то, кажется, более-менее становится понятным, как все это сделать. Вот. Например, был у нас еще один кейс, связанный для Института Арктики и Антарктики. Есть у нас такой научно-исследовательский институт, и им принадлежат все ледоколы, станции, полярники на льдинах, вот это вот все. Это все институт Арктики и Антарктики. Такой прям суперсоветский НИИ. Вот. Отличается от других советских НИИ только тем, что у них в вестидуле пингвины за спеклом. Вот. А так в целом прям вот. И у нас задача в целом, с которой они к нам пришли, у них сейчас супер-классный, продвинутый директор, который доктор наук, член-корреспондент Таран, ему 35 лет. У него есть борода, как у полярника. Вот. И в юности он диджеев в клубе «Грибоед». В общем, правильный директор. Вот. И он говорит, мне хочется как-то имидж профессии немножко взбодрить, и чтобы люди просто шли. Потому что сейчас учиться на полярников, на различные специальности, которые нужны в освоении Арктики и Антарктики, идет не так много людей, потому что что-то как-то не модно. Вот дизайнеров-то вон сколько, а полярников… У вас есть знакомые полярники? Да! Класс! Вот. И сейчас мы могли подумать, что их много. Вот. И, в общем, народ не очень туда идет косяком, и поэтому из выпускников не особо повыбираешь, и тебе приходится брать тех, кто есть. И они хотят это освежить, и просто чтобы поток, вот эту вершину в воронке продаж идей быть полярником, увеличить. И они говорят, давайте мы сделаем ребрендинг самого института, но начнем с творческого конкурса. И мы начали с конкурса и придумали сначала некое название, потому что, знаете, как конкурс называется? Это же НИИ, там все должно называться. И он… Не хотите ли вы поучаствовать в конкурсе научных и творческих проектов Арктического и Антарктического и Антарктического научно-исследовательского института? Вот. И ты такой, нет. Короткий ответ на длинный вопрос. Вот. И мы поняли, что нужно придумать какой-то смысл этому попроще, и при этом, чтобы он был понятен и сообществу полярников, и, в общем, люди могли догадаться. Вот. И где-то под холодным душем мне в голову пришла идея, что нужно посмотреть, на какой широте проходит полярный круг. И оказалось, что, как ни странно, в Арктике и в Антарктике на одной и той же широте. Вот. И оказалось, что это еще чудесные цифры 66-33, 66 грамм в 33 минуты. Вот. И мы решили, что это будет классное название, легко, в общем, его запомнить. Оно и про Арктику, и про Антарктику, потому что сейчас у них на логотипе института буквы А как ногами на глобусе. Представили? Вот. В общем, хочется сказать про то, но немножко по-другому. Вот. И мы придумали это название. В общем, оно понятно. Полярники сразу знают, о чем речь. Все остальные догадывают, что это романтические двухпутешествия, а потом погуглили и, в общем, обнаружили. Так появилась эта идея. И дальше мы подумали, что нужно еще что-то добавить, собственно, визуального. Вот. И появилась идея с преломлениями света во льдах, когда вы через лед смотрите, все такое... Вот. И мы решили, пусть это будет какой-то основной визуальной метафорой. Вот. И собрали довольно быстренько вот эту картинку, и она особенно на северное сияние классно ложится, потому что северное сияние как раз себя примерно так ведет. Вот. И люди, в принципе, смотря на это, догадываются, о чем речь. Что это как-то пролет, преломление света и так далее. Но показывать им сразу, вываливать на них вот это вот чашелька в шапке вот в таком виде, они не очень догадаются. Вот. И логотип мы изначально нарисовали, такой же весь размазанный по граням. Вот. И тоже это было не очень понятно, потому что люди не сильно понимали, что там написано вообще. А там написано 66-33. Они что такое 66-33, это еще не очень поняли. А мы им сразу еще и дальше. И вот это вот то самое перемудрили, и сказали на языке, которую люди совсем еще не понимают. И когда вы им сначала даете название, и показываете, что это четыре цифры, и они их уже увидели, а потом они с этим знакомятся, это уже другая совершенно история. И дальше вы в различных элементах можете это показывать. И вот у вас на входе северное сияние, а потом у вас мужик во льдах привомляется, небольшой кусочек земли без снега. Вот. То же самое северное сияние. В общем, можно как-то с этим жить. И после того, как люди уже с этим совсем познакомились, можно им выдать и логотип уже в таком виде. Вот. Хотя в самом начале, если бы я вам всю историю этого не рассказывал, думаю, что было бы не очень понятно. Правда? Ну, вы-то догадались, мы уже умные. Вот. Но не всем было бы понятно, что, собственно, здесь имеется в виду. Поэтому то, как мы понимаем, считываем информацию, то, как мы изучаем, знакомимся с визуальным языком проекта, будь это какой-то набор элементов, или будь это целая визуальная система, которую мы с молоком матери впитали на уровне каких-то образов, очень сильно зависит от каждого человека. Но задача дизайнера кажется, как мне кажется, в этом во всем разобраться и понять, как это работает. И, надеюсь, мои рассуждения на эту тему может быть были вам полезны и натолкнуты на какие-то мысли. Поэтому спасибо вам. И если вам интересно пойти поговорить, напишите мне обязательно. Потому что я могу говорить про эти, конечно, абсолютно бесконечно. И у меня есть еще три кусочка таких лекций. В общем, я думаю, что я вам еще буду доедать с этой темой. Если не интересно, напишите мне, чувак, давай что-нибудь другое придумаем. И в следующий раз я что-нибудь другое придумаю. В общем, еще раз вам спасибо. И увидимся как-нибудь еще. АПЛОДИСМЕНТЫ